И жизни покателю, и истины, и очистины, и всякие осверны, и спаси блажен души наши. Глава Отцу и Сыну и Святого Богу, ныне и пресной веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. С нами Бог в своей благодати человека любим Всегда, ныне и пресной веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, отцы, сегодня наше регулярное собрание Русско-экономического общества имени Сергея Шаратова посвящена выходу в свет в новой книге нашего председателя, Валентина Юрьевича Косонова. Пора возвращаться домой. Становление капитализма в России как история экономических правов. Регламент наш обычный, вводное слово Валентина Юрьевича, для того, как часто, затем ответы на вопросы, перерыв и премия. Спасибо. Небольшое уточнение по регламенту. Не час, а до часа. И второй момент. Просили до перерыва еще отключить поездку дня. У нас пункты разные. До перерыва, потому что в конце заседания, когда мы сообщаем разные, то уже многих нет. Ну, может быть, еще у кого-то какая-то информация. Дубрики разные, так что мы до перерыва. Значит, уважаемые братья и сестры, друзья, гости, члены Роскового экономического общества и сочувствующие. Мы совсем недавно обсуждали с вами две мои новые книги. И вроде бы, казалось бы, книги очень далекие друг от друга по содержанию, по эпохе, по целям и задачам. Но все-таки мне кажется, что все эти книги, они в конце концов работают на одну цель, на одну задачу. Ну, смотрите, мы с вами в начале сентября обсуждали работу «Инпериализм как высшая стадия капитализма» Это «Морфоза столетия» к столетию со дня выхода в свет работы Ленина под одноименным названием. Дальше это «Метафизика истории», книга, которая вроде бы вообще даже не привязана к какому-то конкретному историческому событию. Представляет собой попытку осмысления смысла истории, бедущих сил, истоков и конца мировой истории. Ну и, наконец, вот эта вот книга, которая вроде бы тоже очень конкретная. Она затрагивает отрезок нашей истории где-то, может быть, 50-60 лет, хотя я стараюсь немножко расширить горизонты. Панораму, ну, где-то, в лучшем случае, около века. Но, тем не менее, все эти книги, они посвящены примерно одному и тому же пониманию того, где же мы сегодня находимся. Время очень непростое, и это попытка понять, куда мы дальше можем двигаться, и, главное, попытка ответить на вопрос, что делать, что делать. Вот. Или, по крайней мере, если не что делать, то, по крайней мере, как нам относиться к современным событиям, которые все более и более нас удивляют. И вот каждая последующая книга, она, мне кажется, является элементом, который позволяет, вот, как говорят дети, складывать пазл. Сначала какие-то отдельные фрагменты, они очень понятные, не очень ясные, потом несколько фрагментов соединяются между собой, и уже начинает просматриваться какая-то картина. Ну и, вот, собственно, логика моего творчества, она именно такова, что я складываю некий пазл, имея в виду, что, в конце концов, мы увидим какую-то картину, понятную любому, даже не подготворенному человеку. Значит, книга «Пора возвратиться домой», она имеет, на самом деле, видите, сколько-то заголовок «Становление капитализма в России как истории экономических провалов». Еще один заголовок «По воспоминаниям русского промышленника и купца Василия Александровича Коклева». И еще, наконец, один заголовок «Двухсотлетию со дня рождения Василия Александровича Коклева». То есть, как бы, такая развертка, такая развертка, можно идти в обратном направлении от формального момента, от формального события. В 1817 году родился Василий Александрович Коклев, затем Василий Александрович Коклев в конце жизни написал работу, свою главную работу. Это даже не какое-то такое художественное, литературное или научное исследование, или сочинение, а это просто его воспоминания, почерки. Книга так и называлась «Экономические провалы». Собственно, вот поэтому и один из заголовков «Становление капитализма в России как история экономических провалов». «Экономические провалы» взяты в кавычки, потому что это название главной Коклевской книги, которая вышла в свет в 1887 году, за 2 года до кончины Василия Александровича. Ну и, наконец, пора возвращаться домой. Это один из вариантов той метафоры, той фразы, которую не раз озвучивал Михаил Погодин, который был одним из близких друзей Василия Александровича Коклева. И вот Василий Александрович любил цитировать Погодина, и вот это слова уже и не Коклевские, а это слова Погодина, известного общественного деятеля, публициста. Вот книга на самом деле просто помогает современному читателю ознакомиться с произведением Василия Александровича Коклева «Экономические провалы», а также еще и серии его статей. Серия статей. Ну, еще раз повторяю, что Коклев – это человек очень интересный, самобытный, может быть, наиболее известный в России середины 19-го и второй половины 19-го века. Ну, обычно, значит, наше такое непростое время, смутное время, обычно, когда хотят подчеркнуть, что человек какой-то особый, говорят, а он очень богатый. Так вот, если говорить про Коклева, это был самый богатый человек на середину 19-го века. Ну, примерно где-то конец 50-х годов это был самый богатый человек. И я помню, в 90-е годы была серия достаточно поверхностных публикаций по Коклеву, но почему-то тогдашние журналисты особенно напирали на то, что вот Коклев – это пример для подражения современной молодежи, современным предпринимателям. Вот, будьте как Коклевы, и вы тогда будете богатыми, как Коклевы или Коклевы. Вот, то есть уже даже некое такое нарицательное имя Коклевы. Вот, ну, безусловно, что это все поверхностно, это все приходяще, и, конечно, намного важнее, интереснее именно обратить внимание не на его миллионы, а обратить внимание на его мысли. И эти мысли действительно уникальны. Может быть, я в силу ограниченного своего кругозора, эрудиции, не знаю других авторов. Может быть, таких авторов было много в России. Ну, я как-то вот, видимо, по опыту своей деятельности сталкивался в основном с работами каких-то профессиональных экономистов, профессоров. Ну, например, там, Туган Барановский Михаил Иванович, который писал об истории России, русского капитализма 19 века. Еще было много экономистов и политэкономов, достаточно раскрученных, известных. Но, повторяю, что все они писали достаточно одинаково и писали очень своеобразным языком. И было видно, что это было наблюдение за Россией из кабинета. Они сидели за письменным столом. Вот, это не значит, что это плохо, но это все-таки достаточно односторонний взгляд на Россию. А Василий Александрович Покорев человек совершенно с другой биографией, с другим профилем деятельности. Ну, на самом деле, профиль деятельности у него достаточно широкий. Я не буду слишком погружаться в описание его биографии. Вот, скажу, что он, конечно, был не только предприниматель. Он был и меценат, он был и публицист, он был и писатель, он был и общественный деятель. Так что, достаточно такая натура разносторонняя. А формально человек, который не имел, как сейчас сказали бы, законченного образования. Вот, хотя всю жизнь он, видимо, учился. Ну, вот, даже тут в одной из своих глав я цитирую его воспоминания и его оценки того, как он, там, слушал лекции по политической экономии в Московском университете и как он их оценивал. Ну, то есть, вы знаете, вот, с моей точки зрения, это как раз тот самый случай, когда, может быть, недостаток образования человека спасает. Вот мы с вами где-то года полтора обсуждали мою книгу, книга «Православное понимание общества», и там были два героя, Лев Тихомиров и Константин Леонтьев. Так вот, Константин Леонтьев, как это не парадоксально, он вообще был парадоксальный писатель, мыслитель, он был категорически против всеобщего образования в России. Казалось бы, как это так, против всеобщего образования? А вот сейчас, читая Кокры, я, наконец, начинаю понимать, почему Константин Леонтьев был против всеобщего образования. И, наверное, отчасти я сейчас это начинаю понимать, потому что до сих пор еще преподаю и понимаю, что вот эта чума всеобщего образования, она действительно наносит непоправимые ущербы нашей стране, нашему обществу. Я подозреваю, что нечто похожее, наверное, было и в XIX веке, поэтому мы только сейчас начинаем понимать некоторые слова и некоторые оценки, которые делались гениальными нашими мыслителями XIX века в отношении того же самого образования. Так что человек был разносторонний и, конечно, что очень радует, он пользуется совершенно другим языком, не этим птичьим языком, который описывает экономическую жизнь, и даже угол зрения совершенно другой. Угол зрения не такой. Давайте мы с вами рассмотрим там макроэкономику, давайте мы с вами там рассмотрим экономику с точки зрения там какой-нибудь теории неоклассического синтеза. Слава Богу, у Василия Александровича Кокарева ничего этого нет. Он идет от жизни, он идет от жизни, и он просто рассказывает то, что он видел и то, что он слышал. Он очень осторожно рассказывает о том, чего он не видел и не слышал. Очень осторожно. И это совершенно правильно. Поэтому я бы так осторожно выгляделся, что воспоминания Василия Александровича Кокарева это очень хорошее дополнение к тем работам по истории, экономической истории России, которые мы читали и которые, может быть, мы планируем читать. Это все-таки живые воспоминания. Ну вот, вы знаете, что-то похожее я, наверное, могу привести в качестве примера. Это, скажем, митрополит Венианин Фетченков на рубеже двух эпох и двух веков. Это ведь человек действительно высокой духовной жизни, человек, который прекрасно знал богословия и так далее, и так далее. Но вот самое удивительное, что он рассказывает о России, не о вот этим специальным и сухим языком богословий, а он рассказывает живым, понятным любому человеку языком. И вот тогда ты только начинаешь понимать, почему, скажем, Россия в конце 19, в начале 20 века стала отходить от Бога. Он об этом тоже говорил, потому что преподавание того же Закона Божьего превратилось в формализм, такой формализм, который людей отталкивал. Отталкивал до церкви, от изучения Священного Писания. Вот я, видимо, слава Богу, тогда прочитал, в начале 90-х годов, книги митрополита Венианина Фетченкова. Вот Василий Покорев из этого разряды. То есть это живые, такие, не испорченные образованием, высшим образованием и всякими науками восприятия в жизни. Значит, в целом, должен сказать, что, конечно, мы видим, как меняется восприятие Коклиева, окружающей его жизнью. Ну, в молодости всегда все воспринимается с неким таким мажором, с неким таким оптимизмом и сверхоптимизмом. И, безусловно, что ранние воспоминания Василия Александровича, они иногда вызывают некоторые недоумения. Ну, понятно, что он еще молодой, да еще и испорченный большими деньгами, поэтому и восприятие у него специфическое. Ну, когда по мере жизни он начинал освобождаться от своих миллионов, он одновременно начинал лучше понимать, собственно говоря, что происходит в России. Вот. Так что уже поздний Коклиев – это уже человек такой смышленный, можно сказать, такой мудрец. И тут буквально, когда читаешь немногочисленные его работы, вчитываешься в каждое слово. Ну, некоторые, конечно, смущают то, что Василий Александрович, он из староверов, да еще не просто поморского, как говорится, там, толка, да еще и беспоповцы. Вот. Ну, скажут, ну что же, вот вы, нам, Валентин Юрьевич, пропагандируете человека, который, в общем-то, даже не принадлежал к русской православной церкви и так далее. Я тоже над этим задумывался и пришел к выводу, что все-таки тут Василий Александрович, конечно, формально он оставался в этой среде своих единомышленников, но по духу, особенно в последних главах экономических провалов, ты чувствуешь, что, в общем-то, человек, который большую часть жизни прожил в православной среде. И, соответственно, я не знаю, как формально, собственно, оценивать, позиционировать Василия Александровича Коколева, но по духу, в общем-то, он уже был человек достаточно православный. Вот. И нигде, буквально, ни намеком, ни каким-то там оттенком он не показывал, что вот есть какие-то у него там претензии, есть какие-то у него несогласия с православием. Более того, он, конечно, всячески проявлял свои монархические чувства и очень был настроен против тех людей, которые, собственно, жаждали в России конституции и каких-то радикальных преобразований. Здесь, кстати говоря, он очень созвучен с Константином Леонтьевым, хотя, конечно, Константин Леонтьев человек формально гораздо более образованный, но вот думали они примерно одинаково. Вы же помните, Константин Леонтьев говорил, что если в России будет конституция, то тогда, пожалуй, и России уже не будет, и царя уж точно не будет. Ну вот Василий Александрович Коколев тоже примерно так думал, хотя, безусловно, что, может быть, нигде прямое так не писал, но повторяю, что я несколько раз перечитывал Коколева и пытался, как бы, понять логику, ход его мысли. Значит, безусловно, Василий Александрович во второй половине своей жизни уже достаточно серьезно проявлял тревогу по поводу того, куда шла Россия. Кстати, он ни разу не потребил слово «капитализм», я нигде не встретил этого слова, но это не важно. Василий Александрович совершенно точно уловил, что Россия идет совершенно по ложному пути, и что этот путь приведет к какой-то катастрофе. Еще раз повторяю, умер он в 1889 году, собственно, до революции было еще 26 лет, получается, четверть века, но уже вот как-то рецепторами какими-то своей души он уже чувствовал, что над Россией сгущаются какие-то тучи. Вот. Безусловно, что нигде он не потреблял и слово «социализм», между прочим. Ни капитализм, ни социализм, но уже даже те люди, которые вспоминали еще Коколева в начале 20 века, а некоторые уже говорили, так он был розовый, он уже это самое намекал насчет того, что России надо вернуться или начать развитие по пути социализма. Хотя, еще раз повторяю, Василий Александрович этого нигде не говорил, но мы должны как бы ловить здесь не букву, а дух. А дух именно был такой, да. Я, собственно, не пытаюсь его ни приукрасить, ни приуменьшить, вот так вот рассказываю, какие у меня возникли ощущения при чтении его работ. Ну, а в целом, собственно, если возвращаться к названию работы «Экономические провалы», то Василий Александрович обозначил там 15 основных экономических провалов. Он говорил о том, что их, конечно, гораздо больше, но он всегда очень аккуратно выражался, он говорил, наверное, их больше экономических провалов, но я пишу только о тех, в которых я сам побывал, или которые я сам ощутил, или свидетелем которых я был. Так что здесь вот такая, я бы сказал, документальная точность, честность, что я видел, о том и пишу. Значит, какие тут провалы? Я вот на 157-й странице сделал закладочку, здесь перечисляются эти 15 провалов. Я, причем, использовал для названия этих провалов фразы, которые использовал сам Кокрый. Первый провал – крупная мнимо-серебряная единица. Я не расшифровываю. Понятно, что за этой мнимо-серебряной единицей стояли какие-то серьезные последствия. Второе – опоздание в сооружении железной дороги от Москвы к Черному морю. Тоже он провисовывает длинную цепочку причинно-следственных связей, которые привели и к Крымской войне, и к реформам Александра II, и к экономическим кризисам уже 70-80-х годов, 19-го века. Вот он совершенно правильно говорит, что вовремя не схватили какую-то проблему, и вот она уже развивается в очень серьезное заболевание. Третий провал – разрешение ввозителя рекордских хлопок в сырье без всякой пошлины. Без всякой пошлины. Это была самая настоящая катастрофа. Кстати, специально проверял, сверял работу Василия Александровича Кокарева с некоторыми учебниками по экономической истории России. Некоторые вещи у авторов современных учебников просто выпадают. Ну, казалось бы, вот уж этот-то провал. Свободный ввоз американского хлопка в Россию без какого-либо обложения импортными пошлинами. Это же была действительно катастрофа. Ну, вот как-то так получается, что современные учебники пишут люди, которые, видимо, обложились учебниками предыдущего поколения. И вот так вот, собственно, перекочевают из одного учебника в другой. А надо все-таки идти действительно в жены с недеятельным 19-го века. Четвертое. Уничтожение в кякте разменной торговли. Кякты – это там далеко. Это где-то ближе к Китаю, там за Байкалом. Казалось бы, а там-то что такое? Там тоже очень серьезные вещи, которые отразились на судьбе всей России. Пятое. Главное общество российских железных дорог. Лучи вроде бы красиво. Какая же тут может быть катастрофа, какая тут может быть беда. Я понимаю, что времени мало, поэтому на самом деле это было не главное общество российских железных дорог, а правильно назвать французское общество российских железных дорог. Вот шестая позиция «Фирма Ани». Вообще, вот это, может быть, проходит красной линией через всю работу, красной линией «Фирма Ани». Очень звучит интригующе, конспирологически, и я даже в заключении своей книги именно сакцентировал внимание читателя на шестой позиции «Фирма Ани». Надеюсь, что время останется, и я расшифрую, что такое «Фирма Ани». Седьмое. Сооружение железных дорог без предварительного устройства, рельсовых и локомотивных заводов, равных заводов, вагонных и прочих принадлежностей железнодорожного тела. Восьмой провал. Акцизная петельная система. Девятый провал. Предоставление винокурения всем сословиям. Ну, тут сразу оговорюсь, у него достаточно много посвящено странице работы вопросам винных акцизов, винокурения и так далее, и так далее. Собственно, секрета никакого нету. Миллионером, выражаясь современными мерками, олигархом, он стал благодаря тому, что он стал главным винным покупщиком России. Вот на этом он и заработал. Поэтому здесь он был профессионал, и он знал, насколько они все тонкости этого дела. И как хлебное вино варят, и как его продают, и откуда селье берется, и главное, куда это потом продается, кем потребляется, и какие последствия всего этого процесса. Девятый, а, ну да, вот предоставление винокурения всем сословиям, это я уже сказал. Десятый, ересь, заключающийся в том, чтобы не пользоваться народным кредитом посредством выпуска внутренних платежных знаков. Одиннадцатое, сибирское золото и тариф. Вот я везде ставлю в коручки, потому что я просто беру из текста Василия Александровича. Двенадцатое, право проживать за границей. Видите, на что замокнулся. Сомневался в том, что проживая за границей, наши граждане имеют право. Может быть, теоретически имеют, но вот морально, тут очень серьезный момент. Двенадцатое, пренебрежение к мысли князя Барятинского. Четырнадцатое, Дагестан, пермское и вологодское святого варенья. Тут требуется некоторая расшифровка, потому что я по времени не дойду до 14 признака, до 14 провала. Дагестан, речь идет о том, что там выращивались специальные растения, которые использовались в качестве красителя при отделке наших тканей. В первую очередь, тренерных. Потом, когда пошел американский хлопок, это уже хлопчатобумажные ткани. Но технический прогресс не стоял на месте. Немцы разработали аниленовые краски, которые были гораздо дешевле. Другое дело, что они портили материю. Ситис стал линявым, как говорил Василий Александрович. Но фактор конкурентоспособности сработает. Мы, кстати, с вами на прошлом заседании на молодежке обсуждали тему конкурентоспособности. Вот Василий Александрович очень хорошо показывает, какие плоды этой самой конкуренции и конкурентоспособности. А что касается Вологодского солеварения, ну так, собственно, оно стало погибать. В результате, будем так говорить, тарифной политики царского правительства. Стали завозить импортную соль. Хотя, в общем-то, начинал Василий Александрович именно с того, что он занимался солеварением. Он сам выходил из Вологды, детство и юношество провел в Костроне. На севере Костромской губернии находились соляные шахты, соляные скважины. И, собственно, первое дело, которым он занялся в своей жизни, это было именно добыча соли. Хотя я об этом не сказал. Он занимался многими вещами. В конце жизни он уже занимался нефтью, черным золотом. В Баку, ну и так далее, и так далее. Начинал он с соли. И, наконец, пятнадцатая позиция. Дезертирство купцов и своего сословия чиновники и дворяне. Вот такой вот списочек. Понятно, что лицом к лицу лица не увидать, большое видится настояние. Понятно, что значимость отдельных позиций этого списка не одинаковая. Но тогда сложно было в девятнадцатом веке, когда ты являешься свидетелем каких-то событий, понять, что важно, а что не важно. И, с моей точки зрения, конечно, ну, наверное, еще с учетом моего такого профессионального опыта, мне наиболее, конечно, показались интересными и важными такие позиции, как крупная, мнимо-серебряная единица, речь идет о серебряном рубле, о котором был введен в обращение при министре финансов Егоре Францевиче Конкрыне. Вот, да, ли это, конечно, главное общество российских железных дорог, речь идет о засиле иностранного капитала, в данном случае не вообще, во всей российской экономике, а только в железнодорожном транспорте, в строительстве железных дорог и в их эксплуатации. Конечно, с позиции моих интересов, мне, может быть, менее интересно, скажем, знать все эти детали питейного дела и производства пленного вина, но, тем не менее, конечно, мы должны понимать, что в России бюджеты были действительно пьяны. И тут трудно спорить с критиками власти в начале 20 века, и Ленин критиковал, то есть Ленин цитировал этих критиков, которые называл бюджеты России в начале 20 века пьяными бюджетами. Кстати говоря, особенно пьяными они стали при министре финансов Сергея Витальевича Витальевна, которого мы уже много раз вспоминали в этой аудитории. Вот, безусловно, что одиннадцатая позиция очень тоже важная и сегодня. Вот понимаете, почему все это интересно? Это не просто для каких-то русских специалистов, которые хотят знать, что там было в прошлом. Читая Василия Кокарева, я делился впечатлениями с моими коллегами, которые тоже его читали. И у всех такое ощущение, непроходящее ощущение, что мы читаем о сегодняшнем дне. Мы читаем о сегодняшнем дне, и вот все это было, 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 свершился и дней круговорот, как сказал Александр Блок, вот свершился и дней круговорот, и мы опять возвращаемся на круги своя. Безусловно, что, конечно, многих нюансов, скажем, производства хлебного вина нам не надо знать. Это не так важно сегодня, это все уже фабричное производство, крупномасштабное производство. А вот сибирское золото и тарифы, это, конечно, очень важно. Право проживать за границей, это очень актуально. Ну, есть некоторые позиции, которые Василий Александрович не выделял. Он не выделял, но они проходят красные линии через все 15 экономических правов. Какие это позиции? Я их как бы вычленил, и получается у меня немножко другой списочек. Другой списочек, с учетом сегодняшнего видения, с позиции XXI века. Вот, собственно, этот списочек, он представлен в оглавлении. Он представлен в оглавлении. И вот первые три главы, они имеют общий характер, а вот с главы четвертой начинаются вот эти сквозные экономические провалы. Глава четвертой называется так. Туман европейской финансовой науки и русский глазонер. Вот удивительно, может быть, благодаря тому, что Василий Александрович не получил систематического высшего образования в каком-то Московском или Петербургском университете, он воспринимал очень остро и критично то, что он слушал, например, на лекциях по политической экономии в Московском университете. Он прямо это называл туманом финансовой науки. Вы знаете, да, и главное, что тот самый туман мы сегодня тоже с вами видим. Один к одному, буквально один к одному. Мы уже говорили о некоторых этих тейсах, которые, по сути дела, кочуют из столетия в столетие. Ну, например, значит, что для того, чтобы поддержать падающий курс российского рубля, необходимо сжать и денежный масс. Ну, сегодня Центральный банк Российской Федерации говорит, что главная цель Центрального банка – это борьба с инфляцией. Ну, видимо, либо у них действительно уже в голове перепуталось без следствия, где причина, либо они считают, что уже система высшего образования наготовила миллионы и миллионы идиотов, которые эту глупость проглотят. Что вот для того, чтобы нам бороться с инфляцией, нам надо взрывать денежную массу. Ну, это, еще раз повторяю, напоминает мне рецепт от головной боли. Лучшее средство головной боли – это гильотина. Удушим российскую экономику, и не будет никакой инфляции. На самом-то деле, деньги – это кровь экономики. Если вы будете сжимать кровообращение, уменьшать количество крови, от этого вы не решите проблему, скажем, там, недостатка каких-то элементов этой крови. Демоглобина, не знаю, красных ревных телец, я не медик. Ну, вот примерно так решает проблему инфляции госпожаны Биулина. На нее точно так же решали другие председатели Центрального банка. Ну, это сегодня вроде очевидно, я не буду сейчас это раздовывать и углублять. Я хочу сказать, что все эти аргументы были уже тогда. Они были в середине 19-го века. Так что, вообще, нужно сказать, что экономические провалы Василия Александровича охватывают период ровно полвека. Первые события, которые мы читаем в его книге, это 1837-й год. Последние события – это вот, собственно, тот год, когда книга сдавалась производство, 1887-й год. Ровно полстолетия. Условно сказать, это полвека русского капитализма. Но, поскольку я русное говорю, то сразу предупреждаю, что слово русского я ставлю в кавычки. Вот. Русского капитализма. Конечно, формально русский капитализм стартовал не с 1837-го года. Русский капитализм стартовал, наверное, где-то с конца 50-х, начало 60-х годов 19-го века. Вот, вы помните, мы месяц назад приглашали Спицына Евгения Юрьевича историка. Я специально его пригласил для того, чтобы еще лишний раз услышать, как профессиональные историки понимают историю русского капитализма. Ну, наш коллега Спицын, он немножко по-другому воспринимает. Он начал отсчет истории русского капитализма от времен Петра Первого. Ну, тут все-таки я не до конца согласен с профессором Спицыным. Это, скорее, была некая такая подготовка. А все-таки это, знаете, примерно как самолет, который разогревает двигатели на аэродроме. Но все-таки взлет — это уже на определенной полосе. И на взлетную полосу Россия встала в 1861 году. А до этого это, образно выражаясь, был разогрев двигателей самолета под названием «Россия». Вот. Так что, по большому счету, получается, что сам капитализм — это 1861-1917 годы. Вот. Где-то получается примерно около 60 лет. Где-то около 60 лет, даже поменьше. Ну, вот, собственно, вся история русского капитализма. И если так вот не погружаться в детали, а попытаться метафизически еще раз взглянуть на историю России, то приходишь к очевидному выводу. Россия не может идти по пути капитализма. Это для России неизбежно оканчивается катаклизмом, катастрофой, революцией. Сейчас мы находимся на этой же самой взлетной полосе. Неизвестно, можно ли еще успеть нажать какие-то педали газа. Или мы взлетим и уже никуда не сядем. Или посадка будет очень жесткой. Вот. Ну, вот такие образные сравнения. Но, еще раз повторяю, что мы уже четверть века разгоняемся по этой полосе. Вот. И если учитывать, что время сегодня сжимается, понятно, что в 19 веке время было другим, согласно некоторым теориям, описывающим время как свойство нашего мира, то, наверное, 25 лет это более чем достаточно для того, чтобы что-то с нашим самолетом произошло. Вот. Ну, это вот такие ощущения. Так что, глава 4 очень важная, особенно для тех людей, которые действительно учатся, читают учебники, слушают лекции. И для тех людей, особенно, которые преподают. Все-таки я достаточно много сталкиваюсь с людьми, которые преподают, которые мне говорят, что они, собственно говоря, полностью разделяют мои взгляды. Они говорят о том, что они люди верующие, о том, что они даже считают святых отцов. Но при этом я иногда открываю учебники или учебные пособия, которые они пишут. Или иногда даже бывают ситуации, когда мне удается их послушать. Но я вижу, что тут, собственно говоря, возникает какое-то любопытное раздвоение личности. Раздвоение личности. Значит, как я говорил, значит, в храме я православный, а в высшей школе или в храме науки я уже язычник, или даже еще покуже, чем язычник. Вот я очень призываю, чтобы такого раздвоения не было. И, к сожалению, такое раздвоение, оно даже не воспринимается как некое болезненное состояние. То есть люди еще как-то не понимают, что эти вещи трудно совместимы. И более того, я всегда таким преподавателям говорю, что как раз это уникальная возможность использовать кафедру, использовать там группу, использовать там аудиторию для того, чтобы действительно объяснить, как действительно устроен мир и объяснить, почему в учебниках преподается вот этот самый туман финансовой науки. Глава пятая. Образование как провал. А чему стали учить молодежь? Ну, тут я продолжаю эту тему, потому что ведь те же самые реформаторы, о которых я достаточно подробно пишу в этой книге, ссылаясь на Василия Александровича, это и Безобразов, это и Ломанский, это так называемые финансовые молодые реформаторы, которые возглавили Министерство финансов, которые потом пришли к рулю Государственного банка Российской империи. Они, безусловно, учились либо в российских университетах, либо в заграничных университетах, и естественно, что они уже совершенно по-другому понимали мир, и они, некоторые из них даже как-то искренне думали, что они поступают правильно. То есть у них даже не было никаких угрызений совести по поводу того, что они творят. Ну, вот один из экономических провалов, он его, Василий Александрович, прямо обозначил, что власть не доверяет своему народу. Власть не доверяет своему народу, потому что власть предпочитает, значит, дефицит бюджета покрывать, не за счет внутренних займов. Причем, Василий Александрович говорил, русский народ готов даже на беспроцентное кредитование своего правительства, своей власти. Почему наше правительство идет на поклон к Ротшильдам, дайхредерам и, впрочем, перейдерам, которые дают России деньги под высокий процент. Это фактически идти на поклон Ростовщика. Простая очевидная вещь. Простая очевидная вещь. И, тем не менее, он сталкивался, даже будучи человеком весьма влиятельным, авторитетным, имевшим выходы на министр в Петербурге, он все время как ребенок удивлялся, почему, вопреки национальным интересам, почему, вопреки очевидной логике, принимается решение совершенно нерациональное. В лучшем случае он получал такой ответ. Так говорит финансовая наука. Так говорит финансовая наука. Но, вы понимаете, это страшная вещь. Это страшная вещь. Это, фактически, если ты хочешь покорить другой народ, ты должен выучить поколение молодых людей и тому, вернее, обучить таким образом, чтобы это молодое поколение потом уничтожило свою собственную страну. Вот. Так что, во время пятой, я об этом продолжаю разговор. Тут я, кстати говоря, вспоминаю и Сергея Федоровича Шарапова. Там Сергея Федоровича Шарапова вспоминал в одной из своих статей тоже свою молодость, рассказывал, как он некритично воспринимал многие лекции, которые он слушал в университете, и как потом, по прошествии многих лет, он, наконец, начинал прозревать и понимать, как уже тогда разращали молодежь, разращали в университет. У нас обычно говорят, что вот молодежь, там, революционная Россия, она бунтовала, она там присоединялась к революционерам, там, среди них были цари-убийцы и так далее, и так далее. Ну, откуда они брались? А вот университетские профессора вкладывали такие идеи, такие мысли. Вот. Дальше давайте пойдем. Глава пятая. Глава шестая. Введение серебряного рубля – первое звено в цепи экономических провалов. В списке экономических провалов – это действительно первый экономический провал. Мы с вами здесь достаточно много и подробно говорили о золотом рубле, который был введен в России в 1897 году. Не буду повторяться. Но дело в том, что первый эксперимент с Россией был проведен, оказывается, еще при Николае I. и даже, значит, иногда говорят, что это рубль конкрина. Конкрин, еще раз повторяю, это Егор Францович Конкрин, министр финансов, который достаточно долго, почти все царствование Николая I познавлял министерство финансов. Ну вот, я специально занимался этим вопросом углубленно. Скорее, будем так говорить, конкрину руки выкручивали. Конкрин не хотел серебряного рубля. Россия, по сути дела, жила при бумажных деньгах. Были ассигнации. Это потом пошли уже депозитные билеты, потом пошли кредитные билеты и так далее, так далее. А жила она при ассигнациях. И, собственно говоря, это были те самые деньги, которые Сергей Федорович Арапов описывал в своей книге «Бумажный рубль» и говорил, что именно при бумажном рубле Россия развивалась. Серебро – это, конечно, уже не есть хорошо. Это серебряный стандарт. Серебряный стандарт. Ну, надо сказать, что в чистом виде серебряный стандарт в России посуществовал где-то лет 15-17. Но, тем не менее, все равно он натворил немало бед. И я не буду сейчас их описывать, вы их почитаете. Значит, безусловно, Россия ожидала впереди еще более серьезная трагедия в виде золотого рубля. Слава Богу, что Василий Александрович не дожил в этих времен. Он умер в 1889 году. Это уже было премием министра финансов Вышнеградского. А Вышнеградский, он уже, это тот самый министр финансов, который бросил лозунг «Не доедем, но вывезем». Ну, мы с вами, кстати говоря, обсуждали Нич Володова не раз, его работу от раздавения к достатку. Нич Володов тоже вспоминал эту фразу Вышнеградского «Не доедем, но вывезем». Спрашивается, ради чего? Ради каких спортивных рекордов все это делается? Речь идет не о спортивных рекордах. Речь идет о том, что таким образом Россия хотела получить положительные сальды своего расчетного баланса. Когда платежный баланс назывался расчетным балансом. Естественно, что если положительные сальды расчетного баланса, то золото притекает в страну. А для чего оно должно притекать в страну? Почему бы, скажем, не выбрать самый здоровый вариант, когда гемоглобин в крови не повышенный и не пониженный, а находится на уровне нормы? Вот. Почему надо гнаться за плюсом? А за плюсом надо гнаться для того, чтобы накапливать золотой запас. А золотой запас надо накапливать для того, чтобы ввести в обращение на золотую валюту. Золотую валюту. Так что вот, Василий Александрович был свидетелем того, как происходило накапление золотого запаса через лозунг «Не доедим, но вывезем». Вот. Ну, там было много других инструментов, с помощью которых власть накапливала золото. В интересах, естественно, Ротшильдер. Следующая глава «Российский рубль под пятой хозяин биржи». Тоже такой провал, который фактически описан Василием Александровичем в нескольких других провалках. Ведь, еще раз возвращаясь к реформам Александра Второго, обычно, значит, все вспоминают, что Александр Второй провел реформу по освобождению крестьянства. Поэтому он и называется «Царь-Свободитель». Вот слева от храма Христоспиля, спасителя, все знают, поставим памятник императору Александру Второму. Ну, в принципе, это правильно, ставить памятники нашим царям. Но, честно говоря, если вы подойдете и почитаете, что написано на постаменте этого памятника, то меня это, конечно, очень возмутило. Очень возмутило. То есть, фактически там написано о том, что получается, что Александр Второй и Россию-то и загонял как раз в эти самые тупики, в это самое безысходное состояние. Не буду сейчас повторять. Я даже на видео сфотографировал эту надпись. Какие-то уж очень услуживые люди придумали такие формулировки. Так что Василий Александрович написал целый комплекс реформ этой эпохи. Прежде всего, это, конечно, финансовая реформа. Это реформа, которая проходила при министре финансов Рейтерне. Вот. Тут, должен сказать, что, конечно, меня немножко удивило описание Кокрио, линии политики и личных качеств Рейтерна. Там, с моей точки зрения, Рейтерн, конечно, человек очень непростой. И, в общем-то, я думаю, что подыграл он больше хозяевам денег за границей, чем родной России. Но, вот, видимо, Василий Александрович, мы не можем сбрасывать вот этого субъективного элемента. Видимо, все-таки, Кокрио находился в каких-то личных отношениях с Рейтерном. И это, видимо, как-то отразилось на описание портрета этого министра финансов. В целом же, мы понимаем, что Рейтерн – это тот самый министр финансов, который готовил сделку по так называемой продаже Аляски России. России, Аляски, Америки. Вот просто один только мазочек. Ведь при Рейтерне происходило сжатие денежной массы. Вообще произошла интересная вещь. В России времен Екатерины, Александра Второго, то есть Александра Первого, Николая Первого была целая сеть государственных кредитных институтов. Ассигнационный банк государственный, казенный судный банк был, казенный кредитный банк были. То есть худо-ли-бедо-ли, но кредит был и достаточно не под высокий процент, учитывая, что это были казенные заведения. Когда начались финансовые реформы эпохи Александра Второго, то эти казенные кредитные заведения были ликвидированы. Вместо них был создан государственный банк Российской империи в 1860 году. Сразу хочу сказать для справки, что это не был эмиссионный институт, это был банк, который был больше похож на коммерческий банк, и безусловно, что государственный банк Российской империи, он, конечно, не мог удовлетворять потребности российской экономики в деньгах. А ведь потребность российской экономики в деньгах возросла в разы. «Освобождение крестьян – это означало конец натурального хозяйства». Это фактически означало, что мы переходили, перешли к товарно-денежным отношениям. Это модель, которая требует в разы больше денег. А денежная масса сжалась, денежная масса сжалась, и в результате крестьянство начало просто мучиться. начало мучиться, начало выживать. Крестьянство потянулось из деревни в города для того, чтобы как-то выживать. В общем, это была крайне тяжелая ситуация. Но незавидно было положение и наших дворян, помещиков, потому что ведь многие рассчитывали, что моряне с университет перестроится, что они станут российскими фермерами для того, чтобы стать российским фермером, нужны капиталы для основного и оборотного капитала. А их не было, этих капиталов. И в общем ситуация была такая, что землю стали закладывать, благо в это время стали появляться частные кредитные институты. Через некоторое время, значит, был открыт доступ иностранных банков. Короче говоря, страну толкали в объятие ростовщиков. И прежде всего ростовщиков иностранных. Ротшильдов, Лекхедров, Перейров и прочее, прочее. Братьев Берингов, если говорить еще про англичан. Вот такая была ситуация. Василий Александрович удивлялся, как это так. Но я дальше могу список этих удивлений. Казалось бы, в 1857 году создано вот это самое российское общество, вернее, общество российских железных дорог. Казалось бы, вот действительно Россия начинает строить дороги. Но ведь это общество было зарегистрировано во Францию. Я список акционеров не буду предчислять, но там практически все, по-разному языку, не резиденты. И главное, что эти не резиденты, они остались сразу же требовать концессий на строительство и эксплуатацию российских железных дорог. Эксплуатацию уже построенной Николаевской железной дороги, на строительство целого ряда других дорог. Ну и естественно, что были и российские предприниматели, которые тоже объединились в свои, будем так говорить, консорциумы, которые захотели поучаствовать в программе современным языком в тендере на получение концессии. И в результате победителем оказывается вот это самое общество российских железных дорог, зарегистрированное в Париже. Я даже не хочу рассказывать, потому что и больно, и тяжело. Через некоторое время, естественно, это общество российских железных дорог, оно перестало давать необходимую прибыль, оно стало получать государственную поддержку из казны и так далее, и так далее. Василий Александрович удивлялся как ребенок, хотя уже человек он был бывалый и был вхож во многие кабинеты. Он там воспроизводит разговоры со многими важными чиновниками, которые пожимают плечами или которые говорят «Да нет, не волнуйтесь, все будет хорошо», а на следующий день выясняется, что совсем даже не очень хорошо и даже совсем плохо. Вот как это так? Короче говоря, вот я рассказываю то, что прочитал в книге Василия Александровича Кокрова. Золотые провалы России. Да, ну, значит, российский рубль – тот пятой хозяин биржи. Ну, рубль же ведь ходил в пределах Российской империи. А когда начались финансовые реформы, рубль стал свободно конвертируемой валютой. Он стал гулять по всей Европе. А если он стал гулять по всей Европе, то стал бы те курсы, его стал гулять. Понимаете? А тем более, что еще появились параллельные деньги. Были, значит, металлические деньги, серебряные рубль, был ассигнационный рубль, был кредитный рубль, был депозитный рубль. Чего только не было. Чего только не было. И, соответственно, в этой мутной воде делались хорошие деньги. Спекулянты на этом зарабатывали. А когда рубль вышел за пределы Российской империи, то им стали играть и биржевики на берлинской, парижской и лондонской биржах. И вообще стало сложно жить в России, потому что российский рубль, он стал зависеть от хозяев биржи. Даже не российской, а европейской биржи. Я дальше не расшифровываю, не углубляю. Вот, разве мы сегодня не видим этого? Разве мы не следим за валютными котировками российского рубля? Спрашиваются, нам это надо? Кто это все дело устроит? Нам читают лекции, нашим студентам читают лекции о преимуществах волатильной валюты. Я не утрирую, я общаюсь каждую неделю со студентами и спрашиваю, а кто вам это сказал? Это студенты третьего курса. Они два с половиной года для меня учились и уже вложили в сознание, что волатильная валюта, это хорошо, это саморегулирующаяся экономика и так далее, и так далее, саморегуляция платежного баланса и так далее, и так далее. Короче говоря, наморочили голову. Вот. Дальше. Золотые провалы России. Ну, золотые провалы России. Здесь Василий Александрович пишет о том, как происходила утечка золота из России. Между прочим, первая попытка ввести золотой рубль была еще в 1863 году. Кое-какой запасец тогда конкретно удалось сделать, и была попытка ввести свободный размен рублям на золото. Буквально в течение шести месяцев голодой запас весь исчез. И на этом весь эксперимент закончился. Весь эксперимент закончился. Больше к этому не возвращались до 1897 года. Мы с Вами говорили о том, что, казалось бы, зачем в России вводят золотую валюту, когда Европа корчилась мукой экономического кризиса с 1873 по 1896-1997 годах. И причина этого была в том, что Европа подсела на золотую валюту. Мы хорошо не учились на ошибках Европы, на ошибках соседей, но на своих ошибках мы могли учиться. Почему никто в 1897 году не вспомнил уроки 1863 года? Действительно, когда читаешь эти вещи, начинаешь переживать. Такое ощущение, что это про нас, про сегодняшний день. Вот такая ситуация. Так что там много про золото можно рассказывать. Это моя тема. Не буду, а то тогда будет неинтересно читать. Глава 9. Внешние займы России. Долговарий Киплян начинает затягиваться. Тема внешних займов тоже проходит красной линией через всю работу, даже через все работы Василия Александровича. Тут, собственно, говорить не о чем. Я бы сказал о том, что даже если возникал дефицит бюджета, то его предпочитали закрывать внешними займами, а не внутренними. Вот некоторые сегодня обращают внимание на то, что самый высокий относительный уровень суверенного долга у Японии. Действительно, вот мы там сосредоточились на Греции, говорим, что у Греции суверенный долг составляет 175% валового внутреннего продукта, а у Японии за 200. Но в чем разница между Японией и Грецией? А в Греции на 90% суверенный долг это внешний долг, а в Японии на 90% суверенный долг это внутренний долг. Поэтому с Японией проблемы немножко другие. И, соответственно, Япония не попадает в кадр от всех этих катавасий. А Греция, естественно, попадает и попало, можно сказать, в совершенно безвыходное положение. Так вот, Василий Александрович очень удивлялся, почему это мы вообще берем займы, хотя можно было бы использовать другие средства, даже можно было бы использовать печатные станции. Он говорит, да, а почему? Денег не хватает. И он вообще ставит правильный вопрос. А кто-нибудь в Российской империи знает, сколько надо денег для того, чтобы обслуживать российскую экономику? Ну, мы эту тему затрагивали еще 4 года или 5 лет назад, когда начинало создаваться наше русскоэкономическое общество, потому что этот же самый вопрос задавал Сергей Федорович Шарапов. А сколько денег надо? А какая должна быть денежная масса в российской экономике? Кто ее может посчитать? Никак посчитать. Ну, для тех, кто не был 4 года назад, хочу сказать, Сергей Федорович и прямо сказал, и не надо считать. Это должен работать некий механизм саморегуляции, но об этом механизме саморегуляции я сейчас, конечно, говорить не буду. Вот. Сегодня у нас банк России тоже любит считать, значит, всякие денежные агрегаты М0, там М1, М2. Все очень выглядит умно, разумно, но на самом-то деле это все финансовая комбалистика, которая прикрывает попытки центрального банка утрушить окончательную российскую экономику. Кстати, уж пользуясь случаем, хочу сказать, а почему у нас действительно ставка рефинансирования находится на такой запредельный план? Это все очень просто, потому что на Западе ставка рефинансирования находится на уровне Плинтуса. Зарабатывать на чем-то надо. Есть санкции, нет санкций, все равно сюда приходят спекулянты, мародеры, которые, собственно говоря, и питаются за счет этой ставки, которая превышает 10%. Как это делается, это уже тема отдельного разговора. Так что это такой своеобразный заповедник, куда приходят кормиться всякие финансовые спекулянты, мародеры. Безусловно, что здесь они не размахивают флагом Goldman Sachs или JP Morgan. Здесь есть достаточно помощников. Мы сейчас видим, что нескольких таких помощников не попали в кадр. Вот. Ну, это же самая история с Улюкаевым. Ну, я пока не склонен считать, что началась какая-то компания борьбой с коррупцией. Речь идет о том, что просто Улюкаев лоббировал интересы компании «Лопкоил». А компания «Лопкоил» – это не российская компания. Там преобладает иностранный капитал. Так что все предельно просто. Господин Улюкаев лоббировал интересы иностранного капитала, прикрытого фиговым листочком названия моих первых. И так же все было в 19-м вечере. Естественно, нам это не рассказывают, для того, чтобы мы не задумывались над тем, что происходит сегодня. Цена тарифного либерализма, глава 10-й. Это тоже сквозная тема. Она проходит через несколько экономических провалов. По сути дела, времена Александра II складывался экономический либерализм во внешней торговле. То есть низкие таможенные пошлины. Иностранные товары могли сюда свободно заходить. Соответственно, расчет не был у нас со знаком минус. Соответственно, ток того же самого золота и серебра из России. Когда к рулю Управления России пришел Николай I, к рулю Управления Министерством финансов пришел Егор Французский Конкрин. Ситуация изменилась. Стали повышать симпортные тарифы. Возник так называемый протекционизм. И надо сказать, опять-таки, у многих историков и людей, которые изучают экономическую историю России, такое ощущение, что экономический рассвет России начался в эпоху Александра II. С точно сюда наоборот. С точно сюда наоборот. Как раз, когда начались реформы Александра II, Россия стала мучиться, потому что денег не хватало. Начался кризис в аграрном секторе экономики. Что касается так называемого сектора промышленного, то это был не промышленный бомб. Это были пузыри грюндерства. Вы знаете, что такое грюндерство. Гюндерство – это такие кокуративные операции по учреждению акционерных обществ. То есть это способ облапошивания рядовых инвесторов, которые покупали бумаги вот этих самых коективных обществ. Так что, на самом-то деле, как раз и Василий Александрович это показывает, в эпоху Николая II стала складываться железоделательная, энергологическая промышленность, текстильная промышленность. Николай I. Я говорил сюда? Да, Николай I, конечно. И так далее, и так далее. И вот как раз, когда уже началась эпоха реформы Александра II, то сразу же был введен либеральный тариф со всеми отсюда вытекающими последствиями. Я прошу прощения, я был даже до утра говорить, но уже превысил регламент, который мне предоставил ведущий, поэтому я думаю, что остальные вопросы я освещу только отвечая на Ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, вопрос. Это фирма «Ани». А? А, фирма «Ани», да. Пожалуй, да, это действительно самое интересное и самое загадочное. Самая загадочная фирма «Ани». У меня даже есть тут глава, которая так и называется фирма «Ани». То есть это те самые глава шестнадцатая. Глава шестнадцатая. Вы знаете, почему я еще зацепился на название фирмы «Ани»? Потому что где-то лет пять до этого я перечитывал книгу. Книга называется «Красная симфония». Книга совершенно о другой эпохе. Это фактически протоколы допросов, которые проводились НКВД. Ответчиком напрашиваем был крестьян Раковский. Вы знаете, был такой революционер христиан Раковский. Интереснейшая биография. Человек, который был связан с Западом. Человек, который учился на Западе. У которого были неформальные связи с многими европейскими масонами. Человек, который оказался в нужном месте в нужное время. Я имею в виду в семнадцатом году он был среди революционеров. Раковский получил в управление Украину. Был, не помню в какой должности, он, по-моему, был наркомом финансов Украины и даже был премьером Украины. До двадцать третьего года. В двадцать третьем году Сталин его с этой годностью убран. А в тридцать седьмом году Раковский был взят. И были допросы. Потом, значит, стенограммы этих допросов оказались за рубежом. И уже где-то после Второй мировой войны эти стенограммы были опубликованы сначала на испанском языке, потому что за границей потом были переведены русские эмиграции на русский язык и так далее. Почему я вспоминаю Раковского? Собственно, он вскрыл многие тайны так называемой русской революции. Связи пламенных революционеров с масонским, будем так говорить, руководством Европы и так далее. Но, что удивительно, Раковский даже на допросах никогда не называл именем. Даже на каде в застенках лагерки он говорил «они». Вот это вот поразительно. «Они». Что касается Василий Александровича, он говорил «фирма «они». В одном месте он сказал, а скорее всего фирме «они» всего 5-6 человек, не больше. Но вот именно «они» и принимают все решения. «они» принимают все решения и Василий Александрович еще выразил такое, как бы, не то что пожелание, а скорее надежду, что со временем история узнает имена и деяния этих самых членов фирмы «они». Ну, отчасти, наверное, узнает. Я думаю, что, скорее всего, это и Безобразов, это и Ломанский. Тут надо, конечно, разбираться, работать с архивами. Конечно, много вопросов и по первому руководителю Государственного банка Российской империи. Сегодня его превозносят чуть ли не как национального героя, я имею в виду Александр Людович Штигриц, который был первым председателем Государственного банка Российской империи. Александр Людович Штигриц – это сын немецко-еврейского банкира, который приехал из Германии, принял ветеранство и был притворным казначеем здесь у нас, в Петербурге. Ну, собственно, Александр Людович принял бразды и принял эстафету от своего отца. Безусловно, у него были серьезнейшие выходы на Ротшильдов, на Керейеров, на Керейдеров и прочих банкиров. И он, конечно, помогал организовывать размещение займов. Ну, вот, конечно, была последняя книжная ярмарка, московская, и там вышла очень толстая книга, на хорошую глянцию бумаги, значит, про Штигрицев, Штигрицев в России. Ну, видно, что это такая книга помпезная, апологетическая, но мне кажется, что, конечно, со Штигрицами надо разбираться. Я не исключаю, что все-таки Александр Юрьевич Штигриц тоже входил в состав фирмы «Они». Ну, это уже не более, чем предположение. Вот, так что сегодня мы тоже имеем фирму «Они». И никаких сомнений нет. И, к сожалению, есть только сомнения по поводу того, что кто-то собирается упразднять эту фирму. Еще раз повторяю, что нынешняя компания по борьбе с коррупцией – это спектакль. На самом деле, это подковерная конкурентная борьба за лакомый кусок под названием «Активы башни». Я думаю, что на этом все и кончится. Да, там говорят, есть еще семь фигурантов, которые были взяты в разработку дел. Я думаю, что это те самые фигуранты, которые тоже лоббировали интересы иностранного капитала, который, собственно говоря, скрывается за вывеской в уходах. Вопросы еще? А отклониться оттену можно? Желательно оттену, потому что у нас регулярные заседания, мы сегодня только по этому. В разом можете сказать. Оскорее. Ну, тогда я попозже. – Станин Юрьевич, скажите, пожалуйста, чем кредитные заведения для внутреннего населения, существовавшие до реформы Александра Второго, отличались от западных ростовщических заведений? И почему после реформы Александра Второго эти внутренние кредитные заведения были закрыты и замены им не было никаких других? – Я не буду называть вам даже названия этих кредитных учреждений, их было несколько. Все они были ориентированы на вывеску действительно льготного кредита населению. Конечно, в первую очередь дворянство, во вторую очередь, конечно, купечество, уже в третью очередь простому люду, там был опекунский совет, так называемый, за которыми там стояли специальные учреждения, но эти учреждения тоже развились в очень серьезные кредитные, судно-кредитные кассы. Все они были казенные, соответственно, казенные учреждения не преследовали цель обогащения, то есть их пассивы пополнялись в том числе за счет казны и налогов. Когда начались реформы, то большинство этих казенных кредитных учреждений были ликвидированы. Сначала, значит, был создан Госбанк, как я бы сказал, который поначалу не выполнял даже эмиссионные функции, а скорее был таким действительно коммерческим банком. Не как мы сейчас говорим коммерческий, в смысле не государственный, а коммерческий, но преследующий цель получения прибыли. То есть проценты были высокие. В 60-е годы появляются первые коммерческие банки российские. В 70-е годы, кстати, появляется Воскокарский банк. Это был Кокоревский банк. Кокоревский банк, который ходил достаточно долго в первую десятку. Даже накануне Первой мировой войны Кокоревский банк ходил в первую десятку. И, пожалуй, в пользу случаем хочу сказать, что, пожалуй, Кокоревский банк был единственным из крупных российских банков в капитале, которого не было иностранцев. Все остальные, по сути дела, были банками с участием и даже доминирующим участием иностранного капитала. Вы знаете, мне иногда приходится участвовать в дискуссиях по поводу роли иностранного капитала в российской экономике до революции. Ссылается на некоторые официальные статистические данные, типа того, что участие иностранного капитала не было столь запредельным. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что был иностранный капитал, а было участие в капитале, скажем, промышленных компаний, российских банков. Они проходили как российские банки. Но если начинаешь работать глубже, то это были ведь российские банки де юра, а де факто это были банки, принадлежащие иностранному капиталу. И вот если пересчитать всю эту статистику с учетом участия банков, а собственно банки и были основными учредителями и акционерами многих промышленных компаний, включая даже путиловские залоги. И тогда получается совершенно другая картина. Засилие иностранного капитала. Валентин Юрьевич, такой вопрос. Один из провалов, то, что Коклик указал, это отсутствие железной дороги от Москвы на юг. Насколько я знаю, граф Толь, министр путей сообщения, это был, насколько я, опять же, что я могу сказать, это был любимец Футузова, и потом этот человек, который в русско-турецкую войну 1928-1929 года вместе с Дибичем за Балканским, они, собственно, и организовали победу, когда русская армия впервые вышла в Константинополь. И война-то была, собственно, из-за того, что нам перекрыли Босфор и Дарданема, вывоз нашего тогдашнего черного, можно сказать, белого золота в нашей пшенице, основной экспортной статей отходов в Российской империи. Из-за этого и война началась. Неужели, да, и Николай I, он же очень уважал всех вот этих генералов, участников наполеонских войн, он был моложе всех, поэтому очень сильно уважал. Вот у меня вопрос, значит, в связи с этим, но как же Толь не смог это пробить, это железная дорога? Да, вот у меня на странице 392-й даже портрет графа Карла Федоровича Толя, 1777-1742 год. И даже более того, я хочу сказать, что в результате того, что графу Карла Федоровича Толе не удалось переломить решение о строительстве, он умер, собственно говоря, находясь в состоянии тяжелейшем моральном, в тяжелейшем моральном состоянии пребывал граф. Говорят, вот, собственно, из-за этого и смерть наступила преждевременно. То есть возникает подозрение, что фирма, они, она уже существовала даже в недрах Николаевского, так скажем, периода, в недрах Николаевской власти. У меня есть, конечно, подозрение по поводу того, кто мог входить в эту фирму, а они, в период Николая Первого. Вот. В частности, конечно, у меня очень много вопросов по министру иностранных дел Десель Рода. Вы сами понимаете, человек очень непонятный, неопознанно летающий объект. Так что, да, да, то есть историкам здесь надо еще работать и работать, да, по фирме они особенно. Пошире немножко расскажите вот про, значит, добычу соли в Волоке и в Архангельске, по-моему, да? А то же Сталин туда попадал, а как раз именно ссылки у него были там же, да? Что было там? Ну, ссылки, ссылки у Сталина. Ой, вы знаете, у Сталина я вот только что... Солигорск, да. На самом деле, ну какая-то ссылка, да, нет? Вы знаете, между прочим, когда уже добыча соли там стала рентабельной на севере Костронской губернии, тогда Василий Александрович предложил создать там лечебницу по типу Карловых Вар там или еще что-то. И вот, собственно, там была создана эта лечебница. Я, естественно, меньше интересуюсь этими вещами. Но, по моим данным, лечебница существует до сих пор. Поэтому, ну, знаете, я не слышал, чтобы туда, на Северко-Страмской... Другое дело, что там действительно был некий край освоенной территории. Вот дальше уже были леса, леса и леса. В санатории работают малые, большие соли. Работают, да? В Севернославской, да. В Севернославской, старые советские образцы. Я на следующие недели собираюсь ехать в Кострому, я думаю, что они мне дадут... Ярослав. Краеветы. Да, да, да. Они дадут исчерпывающую справку, а может быть, даже и свозят туда. Даже свозят на экскурсии. Так что я тут немножко плаваю в этих вопросах. Единственное, хочу сказать, что, конечно, технологии добычи соли из рассолов были самые передовые. То есть, Василий Александрович говорил, ну, как это так? Вот все время нас унижают, обижают и так далее. Посмотрите, какие технологии. То есть, добыча соли из этих рассолов, она велась там еще, не знаю, чуть ли не с времен Ивана Калиты, а может быть и раньше. Вот. И потом, собственно говоря, когда был снижен тариф импортный, то сразу вот все эти месторождения жидкой соли, твердой соли, они стали нерентабельны. И вот тогда вот Василий Александрович спасал эти источники соли, перепрофилировав их на лечебное заведение. Дантин Юрьевич, Вы упомянули, что Калкарев не был сторонником всеобщее образование. Более того, даже, как я понял, какой-то вред в этом видел. И более того, Вас убедил в этом. Могли бы Вы прокомментировать эту точку зрения? Вы знаете, я этим занимаюсь уже лет десять, поэтому не знаю, какие еще нужны аргументы для того, чтобы убедить аудиторию в том, что я не прав. Понимаете, я думаю, что речь-то идет, конечно, не о том, что образование вредно. Нет, конечно. Речь идет о том, что та система образования, которая сегодня существует, она наносит смертельный удар. Я не боюсь этого слова «смертельный», потому что это перекодировка, это перезагрузка сознания людей. Речь о всеобщем образовании. Не о том, какое сейчас образование, это понятно, а именно о всеместном распространении и в прошлом, и сейчас. Или ко всеобщему нет? Понимаете, к сожалению, образование уже давно превратилось в инструмент управления обществом. Да, я даже люблю вспоминать такой анекдотичный случай, это связано не с гравитационной Россией, а это связано с Владимиром Ильичем Лениным. Я рассказывал эту историю, как ты сидел в поликлинике, там, на приеме врача, там, понятно, что часа два еще надо сидеть, лежала какая-то брошюрка, книжечка «Воспоминания о Ленине». Ну, когда делать нечего, даже такую книжку начинаешь листать. Я ее начал листать. Значит, нашел там интересное воспоминание какого-то художника, который с натуры писал вожден. Художник говорит, на первом сеансе вождь был не в духе, молчал. На втором сеансе мы с ним разговаривали. И я решил ему сделать комплимент. Я сказал, вот очень хорошо, что вы приняли декрет о всеобщем там начальном образовании. На что Ленин ответил, да, говорит, мы заинтересованы в том, чтобы все население Советской России читало наши лозунги. Вот вам откровенный ответ, зачем нужно всеобщем образованию. Валентин Юрьевич, если можно, вот весь 19 век и 20 век, вот насколько наши цари православные вникали вот в несколько штрихов в экономику? Вы знаете, очень тяжелый вопрос, очень тяжелый вопрос. Дело в том, что они, может быть, и вникали, но, конечно, у них было достаточно серьезное повреждение в части понимания того, что такое экономика. Я вам просто один штрешок покажу. Экономики Николая I и Александра II, знаете, получил? Эсперанский. Эсперанский. Это ужас, понимаете? Вот у них представление об экономике сложилось в результате эсперанского. А вот Александр III, он, слава Богу, не имел таких учителей. Лучше вообще не иметь никаких учителей, а полагаться на здравый смысл. Поэтому Александр III в этом смысле молодец. Но один только пример. Когда ему дали, значит, на подпись, там, на список книг за причеты, он туда дописал своей рукой Адаму Смиту. Вот это вот, понимаете, чекирует. Ну, человек не кончал университетов, но понял, что лет один, только Адама Смита. А про Николая II что-то скажите? Про Николая II вот тут интересный вопрос, задание на дом. Не готов. Давайте я подумаю. Ну, безусловно, что Николай II тоже находился под не очень хорошим влиянием, ведь даже сейчас в книжных магазинах стоят такие золоченые тома Сергея Ильича Витта. Курс лекций, прочитанных императором Николая Александровича. Не знаю, насколько он... А Михаилу, да? А Михаилу это было, да? Ну вот тут я, пожалуй, возьму тайм-аут, домашнее задание, выясним все-таки, кто учил экономике Николая Александровича. Ну, я думаю, что все-таки Николай Александрович наверняка читал курсы этих лекций, потому что они были еще изданы, по-моему, до революции. А сейчас вот такой золоченый том стоит. Если нет вопросов... Нет, можно еще? Спасибо. Плентин Юрий, скажите мне, пожалуйста, понятно, что эти бездали, которые там в государстве, они просто угробят Россию. Это не бездали, это предатели. Предатели, вдобавок ко всему. Что делать для того, чтобы остановить их, разрушить вот это влияние на всех? Ну, понимаете, мы с вами много раз говорили о том, что экономика, она находится на хвосте всех наших общественных событий, процессов и так далее. То есть экономика производна от политики, политика производна от нравственности, нравственность производна от духовного состояния. Так что нам надо начинать с этого, с покаяния, состяжания Духа Святаго. Мы все пытаемся организовать, какие-то партии создавать, там, движения. Вот. Но все рассыпается. Нет на то воли Божьей. Потому что нет стяжания Духа Святаго. Поэтому не надо замахиваться на многое. Сначала молекулу слепите, а потом, глядишь, из этих молекул будет что-то складываться. А мы сразу там берем мир, мир хотим перевернуть. Мне вот так вот отвечают. Потому что это сквозная наша тема. Занятия, занятия. Все. Вопросов нет. Тогда предлагаю слово вот нашим чиновникам. Разрешите, я отсюда скажу. Вы слышите, да? Да можно и сюда вывод. Спасибо. Я хотел бы сделать объявление, пригласить вас всех 19 числа в Александрский сад, где будет состояться возложение венков и цветов к памятному знаку Сталинград и к вечному огню. Мы вместе с фронтовиками, мало, к сожалению, осталось это Владимир Иванович Долгих, слуха Ивана Андреевич, организуем это мероприятие. Потому что история Великой Отечественной войны, она скажем так, искажается. И чтобы помнили наши потомки, наши внуки, уже наши, наши правнуки, надо как-то это поддерживать. Так что ждем всех вас. Вас, Владимир Юрьевич. Но я был в отъезде, к сожалению. Время? Время. Время. В 11.00. Это будет в 10.30. Мы собираемся у памятника Жукова. В Александровском саду, да, там на площади. 19 ноября? 19 ноября, это день контрнаступления рабочей крестьянской армии под Сталинградом. День ракетных войск и артиллерии. Артиллеристам Сталин дал приказ. Совершенно точно. Так что будем рады вас всех видеть. Сразы попреждения. Все, спасибо. Все. Перерыв 10 минут. Кто хочет потом написать книгу, вы в книгу вложите в ориенную отчество и вложите сюда. Согласен. Можно я не покажу на камеру? Возьми на камеру. Покажу на камеру. Покажу на камеру. Так, давайте. Покажу на камеру. 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 О, Дмитрий Янков. Автор сюжета «Ядерная нефть». Покажу на камеру. Да. Покажу на камеру. Сосоновым и вообще что творится в мире? Погромче, погромче. Идут улучшения у нас в мире. Одно за другим, положительные тенденции. А только эта неожиданность. Убрали министра образования, теперь Люкаева. Для нас неожиданностей никаких не было. У нас, понятно, кто правительство работал на нас, кто против. Кто против, должны были уйти. Когда ушел министр образования, понятно было, что Люкаев все еще на очереди. Комментарии я давал, действительно, для канала День ТВ. Это позавчера было, поэтому можете посмотреть. У нас тут, правда, с Валентин Беевичем немного расходится мнение. Он только что высказался, что Олег Первый не работает на Россию. А на самом деле Путин предлагал Олег Первому участвовать в пиротизации Роснефти. Кстати говоря. Так что не совсем тут, Валентин Беевич, потому что информация полная. Значит, никуда я не пропал с канала, потому что что-то думают. День их автор и так далее. Просто те сюжеты, которые мы снимали на «Глобальной волне» раньше, когда у меня было время, я спокойно созвонился с Вадимом, с Антониной, помните, с такими ребятами? Ребят, и мы делали вот эти сюжеты в течение всего года. А теперь их нет, а у Ярослава, вы видите, без конца там поездки, съемки, там, туда-сюда. Вот мы как-то вот встретились сейчас на предприятии. Когда я могу, мы созваниваемся с Ярославом, мы стояли, там, списываемся. То он куда-то ездит, то я там не могу в этот день, поэтому. Но я думаю, что мы в ближайшее время выложим сюжеты. Значит, у нас есть планы на новогодние каникулы. Сегодня мы их обговорили. Но, может быть, не будем в этой короткой там какой-то сейчас анонсировать эти вещи, но планы есть. Опять они связаны с Питером. Но мы, наверное, снимем отдельно об этом сюжете, скажем, вот такие пироги. Перерыв? Перерыв у нас. Просто короткий перерыв пока выступление у Летина Юрьевича, поэтому... Стоп, снят нам, дорогие друзья. Сегодня 17 ноября 2016 года.